Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 95. В этом уроке я хочу вам показать модуль, с помощью которого вы сможете размещать вот такого рода ярлычки или якоря на любое ваше изображение. То есть по умолчанию в данном модуле у нас уже имеется картинка в виде карты. Эти ярлычки вы можете перемещать мышкой по карте где вам угодно. Смотрите, вот изначально если я обновлю страницу, можем сделать так, чтобы у нас они сразу всплывали. Они будут видимы какое-то время. То есть вот вы видите три разных иконки я сделал. То есть первая иконка идет с заголовком и текстом, вторая иконка здесь вставлен в видеофайл. Видеофайл тянется с сервиса YouTube. Также есть возможность вставлять видеофайл с Vimeo. И социальная сеть Facebook. Можно вывести сразу страницу на вашу группу или паблик и отсюда прямо подписаться. К сожалению, с ВК ВКонтакте скорее всего интеграции нет. То есть данный модуль не направлен на русскоязычную аудиторию и поддержки ВКонтакте скорее всего нет. Соответственно все ярлычки вот эти вот их можно также менять на свои. Если мы сейчас наведем мышь, то вот икон все всплывающие окна пропадают. Можем навести мышь еще раз. Потом мы можем навести мышь на всплывающее окно. Нажать play и во всплывающем окне проигрывается мое видео. Также можно видео сделать на весь экран. Потом его закрыть. И здесь тоже самое мы наводим прочитать какой-то текст. И здесь мы можем сразу нажать нравится страница, например, или перейти на ссылку паблика. Давайте рассмотрим данный модуль. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим в админку Joomla. Переходим в расширение менеджер расширений. Данный модуль вы сможете скачать с моего сайта. Ссылочка будет под этим видео в описании. Я его просто перетягиваю. Загрузить и установить. Наш модуль успешно установился. Мы переходим в расширение менеджер модулей. Давайте отсортируем. Два раза кликаю по ID, чтобы наш модуль появился на самом верху. JA images. Вот этот модуль. Заходим внутрь. Заголовок, как обычно, скрыть, поменять здесь или показать. Выбирайте на ваше усмотрение. Я скрою. Состояние я опубликую. И в данном шаблоне я выберу позицию манер. Дальше у нас следует вкладочка описание. Привязка пункта меню. Выберу только на указанных. Кликну нет, чтобы галочки снять со всех страниц. И выберу только на главный. Отображать. Дальше переходим в settings. И у нас здесь имеются вот такие настройки. Значит, смотрите, чтобы сразу понимать description, это описание, где будет отображаться это на сайте, мы так и пишем здесь. То есть, если нам потом не нужно будет выводить какое-то описание, мы просто ничего не будем здесь выводить. Здесь в поле выберу показать. И пока тоже ничего не делаем. Когда мы выведем модуль на сайте, мы сразу будем понимать, как здесь что настраивать. Пока оставляем все как вот так, как есть. Дальше переходим. Вот здесь есть такая вторая вкладочка. Как раз таки самое важное. Вот здесь выше над изображением мы можем выбрать загрузить в Joomla какое-то свое изображение. Здесь, кстати, есть два вида таких вот карт. Или загрузить свое. Я буду показывать на примере карты по умолчанию. Также здесь есть кнопка «Отчистить». Дальше. И вот кнопка, единственная кнопка здесь «Add Marker». То есть, добавить маркер. Мы кликаем. И тут же вот здесь на карте у нас появляется маркер. Первое, что мы можем сделать, это зажать мышкой этот маркер и перемещать по нашему изображению там, где мы хотим его разместить. Причем, когда мы перемещаем изображение, вот в этой области координаты у нас сразу меняются. То есть, я подвину, координаты меняются. Это значит, что если вы будете использовать действительно картинку карты, вы можете выбрать здесь точные координаты вашего, например, офиса. А первое, что у нас есть в списке «Icon». Ниже идет переменная данной иконки. То есть, это вот эта белая иконка, символизирующая карту. Ну, якорь на карте. Мы его можем менять. Все иконки здесь привязаны специальному сервису шрифтовых иконок. И мы можем здесь с легкостью поменять иконку на какую-то другую. Как это сделать? Переходим на сервис иконок. Вот его адрес. Также ссылка будет на моем сайте рядом с модулем. И здесь, в принципе, либо пользуемся поиском, либо выбираем, глядя на иконку, что нам может подойти. Нам нужно просто название. Мы можем, например, зайти в соответствующую иконку, которая нас интересует, кликнув по названию иконки. И нам нужно посмотреть вот сюда. То есть, нам нужно вставить переменную, но без этого окончания. То есть, название иконки вот. Давайте попробуем скопировать. Переходим на сайт. Удаляем здесь содержимое. Обращаем внимание, что наша иконка вот здесь исчезает на карте. Ставим наш текст и нажимаем пробел. И у нас ничего не отображается. По каким-то причинам не все иконки с данного сервиса работают. Давайте попробуем взять вот эту иконочку. Комментс. Тогда слово копируем. У нас, в принципе, работает. Вот я вставил, она тут же появилась. Дальше color. Это мы можем сменить цвет. Сразу обращаем внимание, что цвет у нас меняется в самой иконке. Например, ярко-зеленую. Ниже параметры. Что на эту иконку мы можем поместить? То есть, изначально у нас есть default, потом social, веб-сайт и видео. Давайте по порядку. Default. Значит, выбираем default. Ниже к нему идут параметры. Первое, images. Кликаем на кнопку выбрать. Мы можем загрузить какое-то изображение. Здесь title за заголовок. Пишу Федор Васильев. Дальше мы можем разместить ссылку. Какое-то описание. Размещаем описание. Дальше можем указать класс и tooltips background. Выбрать либо light, светлый, либо dark, темный. То есть, это всплывающая вот эта область. Давайте на этом уровне нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. И сразу у нас всплывает, но у нас не умещается фотография. Нам нужно будет размещать картинку ниже. То есть, видно у нас описание. Описание является ссылкой. Та ссылка, которую я указал, при клике меня перебрасывает на ту ссылку, которую я указал. Также обращаем внимание вот сюда. Вот это слово описание, которое у нас присутствует вот на этой вкладке. Если нам здесь этого не нужно, мы его убираем. И есть вот такой вот список. Здесь будут отображаться все маркеры. То есть, если мы кликнем, например, на вот этот маркер, он сразу подсвечивается. Соответственно, когда мы добавим еще маркера сюда, в этом списке мы сможем выбрать несколько. И на который мы кликнем, он тут же будет вот так подсвечиваться. Будет всплывать его такая подложка. Так, из-за того, что мы сразу находимся на подложке, у нас не получится это просмотреть. Давайте ее берем куда-нибудь вот сюда. То есть, мы просто кликаем по нашему якорю, перенесем куда-нибудь вот сюда, сохранимся. Далее по настроечкам Tool Tips, если выбираем On Hover, то у нас с вами не будет всплывать вот эти уведомления, вот эти подложки. Только тогда они будут всплывать, когда мы наведем на них мышь. И ниже у нас в миллисекундах всплывает вот этот pop-up подложка. Здесь указано, то есть, как скоро ей появиться. То есть, если мы выбираем вот такой вариант, обновимся, то при обновлении подложки автоматически всплывали. Дальше, смотрите, вот эта кнопка нет, мы скрываем вот этот вот выбор. Сейчас я обновлю страницу. У нас наверху больше ничего не показывается. И если мы его оставляем, мы можем выбрать, где отобразить. Top Right, Button Left, то есть, давайте посмотрим Top Right, где это. То есть, это смена вот этого вот показателя. Видите, теперь он справа. Выбор вот этих вот маркеров. Я его, в принципе, отключу. Возвращаемся к нашим маркерам. Давайте добавим еще один. Появляется здесь. И его отредактируем. То есть, дальше мы можем выбрать имидж. Здесь на картинке якорь исчезает. И мы можем загрузить какую-то картинку свою собственную. Дальше. Default. И здесь мы можем повесить. Следующий у нас идет Social. Ну, здесь у нас мы можем выбрать изображение. И вообще, социальную здесь достаточно туго. Смотрите, здесь вот я взял паблик это или группа в Facebook. Я не знаю. Я Facebook особо не пользуюсь. Но на этом примере я покажу. Это страница именно разработчика данного модуля. То есть, я просто копирую ссылку на его паблик. В поле URL я ее вставляю. То есть, это работает именно с такой страницей. Просто на профиль в Facebook работать не будет. Также title это заголовок. Здесь остальное у нас все то же самое. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. И у нас также, в принципе, всплывает страница. И мы прямо отсюда можем подписаться на эту группу или паблик. Картинка мутная получилась здесь, потому что она у меня очень маленького размера. Имейте это в виду. Можно загружать побольше картинки. Также я кликаю по маркеру, который хочу редактировать. Здесь еще мы можем загрузить изображение. Давайте посмотрим, где это будет отображаться. Нажму сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. В принципе, на этом этапе здесь, в принципе, картинка нигде не отображается. То есть, когда мы выбираем Social, как я понял, она у нас нигде не работает. Также можно повесить на Twitter. Вот пример сайт разработчиков. Здесь показано есть Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram. YouTube сейчас мы посмотрим и в Emeo. Но остальные сервисы я не зарегистрирован, я не пробовал. Давайте посмотрим следующие варианты. Я выбираю этот же маркерок. Здесь я выбираю Set Icons. И мы можем выбрать иконки из предложенных. Я возьму иконку Joomla. Далее мы можем выбрать Website. Также поле есть Images. Например, просто на страницу Facebook. Ну, остальные у нас настройки идут. Это у нас также заголовок. Здесь мы можем управлять количеством символов в описании. Также класс. И давайте попробуем Dark подложку. На этом уровне сохранимся. Пойдем на сайт, обновим страницу. Вот она Dark черная. И у нас ссылка не будет работать. Нам обязательно нужно вот здесь загрузить изображение. Тогда изображение будет являться ссылкой. Нажмем сохранить. Обновим страницу. Итак, вот изображение. И тогда у нас уже все работает. Далее выделяю маркер. Давайте посмотрим пример видеофайла. Вот здесь нужно быть внимательным. Значит, выбираем здесь видео. Изображение я загружу с сайта. Я буду размещать свой урок. С компьютера выбираем изображение. Нажимаем загрузить. Вот изображение загружено. Выбираем здесь. Вставить. Дальше здесь я урок удаляю. Ниже мы можем поставить. Значит, здесь это заголовок. Напишу просто Федор Васильев. И мы можем задать ширину, высоту видеоплеера. Вот этой области, где будет у нас видео. Остальное у нас все то же самое. Вот у нас надо разобраться с уровнем. Напрямую в файл, видеофайл, если мы ставим ссылку, у нас видео не будет работать. Давайте перейдем в YouTube и посмотрим, как здесь это все работает. Мы можем выбрать поделиться. И вот здесь вот поделиться. Вот эта есть ссылка. Она тоже не сработает. Так устроено, что ссылку нам нужно взять именно со вкладки HTML-код. То есть, как здесь начинается SRK. Начиная после двоеточия. Копируем ссылку. Она выглядит здесь по-другому. И нужно ее всю скопировать до двоеточия. Вот именно вот эту ссылку будет воспринимать данный модуль. По-другому видео у вас не будет отображаться с YouTube. Переходим на сайт. Давайте попробуем. Нажмем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. У нас выскакивает, значит, изображение, которое мы предварительно загрузили. Если мы на него перейдем, мы видим значок play, жмем на play. И в таком случае у нас видео воспроизводится. Все с ним хорошо. Таких маркеров вы можете разместить на ваше изображение сколько угодно. Вот, в принципе, и все настроечки. Дан урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Используйте данный модуль с умом. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще новые и более познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова